Три в одном. Телестудия, служба психологической помощи и площадка для коммуникации подростков. В Чувашии открылся первый специальный центр для молодого поколения под названием ТОП. Этот проект, часть одного большого начинания подобной, уже появились в 12 регионах России. Все они победили во всероссийском конкурсе программ социализации подростков. Территория общения расположилась в Новочебоксарском центре творчества. Накануне состоялось ее официальное открытие. Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, что в нашем городе открылся территория общения подростков. Сокращенно ТОП. Если вы не знали, что это такое, то мы сейчас вам это расскажем. Детский медиа-центр еще толком не начал свою работу, а его юнкоры уже чувствуют себя звездами эфира. Для этого у них есть профессиональное оборудование, хромакей и огромное желание творить. Девятиклассник Кирилл Самойлов давно развивает медиа-студию в третьей школе города Спутника. Снимает видеоролики для соцсетей городского кванториума. И вот теперь готов помогать заинтересованным в журналистике школьникам создавать медиапродукт. А современными площадкой для записи видео и техникой при необходимости смогут воспользоваться воспитанники медиа-студий всех школ города. Центр ТОП создали с целью объединить молодежь для живого общения, которого сегодня им так не хватает. Об этом говорят сами школьники. Переписки в мессенджерах и чатах им порядком надоели. Здесь квалифицированные психологи обучат их навыкам вербального и невербального общения, помогут наладить связь с родителями или учителями. Зачастую подросткам не хватает психологического комфорта и социальной безопасности. Каждый, у кого возникнут подобные трудности, сможет обратиться сюда за помощью. Мы сталкиваемся с тем, что все проблемы исходят из того, что у подростков нет целей. То есть, как только мы определяемся с целями, как только мы начинаем подталкивать их к их детским мечтам, то, в общем-то, сами вопросы решаются сами собой. Кроме того, здесь подростку помогут и определиться с выбором профессии. Пройдя тестирование, школьники смогут понять, какой у них темперамент и в какой сфере им будет интереснее работать. Сюда может прийти любой школьник. Работает данный центр у нас до 21.00, то есть в вечернее время. Может прийти любой. Никаких ограничений нет. Никто за это деньги не возьмет. И, соответственно, если один подросток приведет еще второго подростка своего друга, мы будем очень рады. После презентации нового центра школьники смогли задать свои вопросы главе республики. Ребята, в частности, поинтересовались, появятся ли подобные центры для подростков и в остальных муниципалитетах Чувашии. Ответ Олега Николаева был утвердительным. Глава подчеркнул, что для этого даже есть современные пространства, модельные библиотеки. Осталось дело за малым – организовать соответствующую работу на местах. Екатерина Храмкина, Дмитрий Макаров, Вести, Чувашия. Субтитры создавал DimaTorzok